Беларусь, Россия и Казахстан в канун 70-летия Великой Победы должны продемонстрировать свое единство экономически и политически. Это сегодня заявил Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаймова в Астане. Сегодня в Казахстане проходит трехсторонняя встреча. Главы государства обсуждают внешние торгово-экономические вызовы, а также некоторые международные вопросы. Как отметил президент Беларуси, вместе страны успешно смогут противостоять международным угрозам и вызовам. Каждый год нам приходится реагировать на какие-то вызовы. В данный момент тоже есть определенные вызовы, но то образование, которое мы создали, наш союз экономический, вот время говорит, что спустя короткий промежуток времени, время подтверждает, что мы все-таки вовремя проявили эту инициативу и создали экономический союз. Более того, это же не просто декларация. Мы огромное количество документов приняли, мы формализовали наш союз, подписав ряд соглашений. И в рамках нашего союза мы должны реагировать на эти вызовы. Но не будем темнить здесь ядро этого союза, люди и государство, которое создавали его. И немало в него вложили. Но не надо забывать, что у нас есть и другие члены союза. И мы, как государство, создавшее изначально его, должны предложить и им варианты развития событий на перспективу. Но в канун 70-летия, о котором вы говорили, победы, ясно, что мы должны быть вместе. Уж слишком много вызовов дошло уже до истории. Президент России об этом в последние дни очень много говорил, что нам брошены очень серьезные вызовы, в том числе с попыткой перечеркнуть, даже не переписать, а перечеркнуть нашу общую историю. Поэтому и экономически, и политически мы должны в канун 70-летия продемонстрировать свое единство. На встрече президент Казахстана призвал коллег находиться в постоянном контакте и сверять часы по наиболее актуальным проблемам и вызовам современности. В свою очередь Владимир Путин поддержал своих коллег в том, что такие встречи необходимы. В этом году главы трех государств намерены продолжить обсуждение украинского вопроса.